Детское радио представляет Про кошек, про собак Мой котенок, мой щенок Лучший друг на свете И когда играешь с ним Место не для скуки Но не надо забывать Это те же дети Их лечить, учить, корбить Нужно по науке Привет, дружок! Я доктор Добряков Много лет я изучаю животных и растения А теперь вот рассказываю тебе о них Всякие интересные истории Как ты уже знаешь Настоящим бедствием для средневековой Европы Были самые обыкновенные крысы Они опустошали кладовые, амбары Целые города голодали от их нашествий Да ты и сам помнишь сказку о путешествии Нильса с дикими гусями Полчища крыс, которых увела в воду волшебная дудочка Это печальная действительность Это не выдумка А крысолов, который избавил город от отвратительных животных А магистрат отказался платить ему деньги И вот тогда странный незнакомец заиграл на дудочке И вслед за ним ушли все дети Да, кошек тогда не было Но в лесных деревушках справно ловили мышей и крыс Другие животные, очень на них похожие Называются они генеты Правда, относятся они к другому семейству Не кошачьему, а виверовых И стоят где-то между кошками и хорьками Но поскольку они необыкновенно похожи На стройных пятнистых кисок То их вместе с другим видом Цветами называют кошкообразными Отличает изящную хищницу Длинная вытянутая морда Короткие, как у хорька лапки И очень длинный полосатый хвост Размеры приблизительно кошачьи А повадки очень похожи Генеты отлично приручаются Если бы из Северной Африки Не привезли бы настоящих кошек То, возможно, именно они бы И заняли вот эту кошачью Экологическую нишу Как выражаются ученые Ведь еще в 17 веке Они были самыми обычными Домашними животными во всей Европе Жили, как и кошки Сами по себе И ловили грызунов Единственный недостаток всех виверовых Это так называемая Мускусная железа Она располагается под хвостом Если зверек сильно возбужден Или испуган То сразу же начинает распространять Очень сильный и очень неприятный запах Мастером по этой части Стал знаменитый скунс Ближайший родственник Цветы и геветы О, этот превратил железу В настоящее химическое оружие Ни один хищник Не может выдержать Едкую, нестерпимую вонь скунса Несколько отличается От геветы цивета У нее лапы повыше Уши побольше И пятна пореже и помельче Зато цивета Обладает великим кулинарным даром Который люди по достоинству оценили Ты знаешь, какой самый дорогой кофе в мире? Он называется копи-лювак И стоит более тысячи долларов за килограмм Но это не мудрено Ведь во всей Индонезии Откуда его развозят По самым дорогим ресторанам мира Ежегодно могут заготовить Не более трехсот килограммов зерен Дело в том, что настоящий копи-лювак Делают не люди А пальмовые цветы Лювак – это местное имя цветы А копия – это кофе Грациозные пятнистые хищницы Обожают спелые плоды кофе То, что мы с тобой меряем в кофемолке Это всего лишь косточка кофейной вишни А вокруг них нарастает сочная мякоть Под глянцевой шкуркой Пальмовые цветы Глотают ягоды целиком Причем выбирают самые красные Самые спелые И самые ароматные Мякоть растворяется под действием желудочных соков А зерна не перевариваются И выходят наружу Ну, естественным путем Причем в целости и сохранности Местные жители собирают их Чистят и продают Ведь именно такие зерна Становятся драгоценными Из них получается Самый ароматный в мире кофе Кроме того, напиток приобретает Еще и целебные свойства Это объясняется тем, что Проходя через кишки цвет Плоды обрабатываются Веществом цибином Который входит в состав желудочных соков Вот отсюда все чудеса Самый дорогой в мире кофе Производят подобным образом Не только в Индонезии Но и на Филиппинах И в Южной Индии Когда во всем мире Оценили вкус копи-лювак То спрос на него Многократно возрос И цвет стали размножать на фермах И кормить исключительно Кофейными вишнями Но зерна, которые проходят Через желудки Вольерных животных Несколько отличаются по вкусу От того, что находят В дикой природе Но, соответственно, и стоят они Дешевле Нечто подобное Производят и во Вьетнаме Но там вместо цвет Кофейными ягодами Кормят местных хорьков Вот такие они Любопытные звери Кошкообразные А нам пора прощаться До новых встреч, дружок До новых историй Про кошек Про собак